Девушки отдыхают Это ты, Галиф? Лекарь? Я планировал провести этот день в тоскливом созерцании земель, куда меня изгнали. Но ты не из закатной крепости, а это любопытно. Я пришла из лагеря беженцев. Там больная девочка. Её брат сказал про тебя. Сразу нет. Что? Нет, я не могу потратить на неё ни лекарств, ни своего времени. Мои запасы на исходе. Абсолютно. Вместо чистых повязок мне приходится накладывать какие-то грязные тряпки. Ты ей не поможешь? Поставь себя на моё место. Что мне делать? Я могу пополнять запасы лишь одним путём? Контрабандой? Это дорого. Бегемотова доля уходит солдатам. Ещё, конечно, нужно обслужить цитадель. Соколы Гелеса вечно так и норовят обо что-нибудь пораниться. Что осталось, уходит аристократам, которые щедро платят мне за услуги. Поставь себя на моё место. Маленькая девочка больна. Что ж, в таком случае, боюсь, нас с тобой просто разделяет идеологическая пропасть. А что мешает мне притащить тебя силой? Во-первых, переполох поднимется. Тем более, вряд ли ты захочешь лишить Карха Тьмы, их единственного лекаря, так ведь? Мы едва знакомы, но соблазн велик. Обращайся в цитадель. Они решают, кому жить, кому нет. Ты даже не представляешь, какое наказание меня постигнет, если я потрачу последние запасы на какую-то беженку. Скотина ты, а не лекарь. От совести нет лекарства, но за время службы я выработал к ней иммунитет. И всё же, если ты так переживаешь за эту свою девочку, сделаю благородный жест только в обмен на сердце Громозева. Тоже мне благородство. Это честная сделка. Погасишь мои долги, хоть часть. Эти детали не так-то просто добыть. В долине предзнаменований, к северо-западу отсюда, живёт Громозев. Я это знаю, потому что меня просили залатать его жертв. В основном это беглецы. Если и пойду, не ради тебя. А я и не жду, что ты возьмёшься. Но я скоро вернусь в цитадель. Крыщик, вынюхивает предателей. Я не пугаю. Надеюсь, ты хоть не задел. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 И что ты тут делал? И что ты делал? Так что я могу быть спокойным. Я достала деталь. Был уговор. Помоги девочке, я всё отдам. Непременно. Но скажи мне, если она выживет, каким ты видишь её будущее? Оно явно лучше, чем никакого. Прекрасный подход. Идём, незачем тянуть. Доброта на жаре так быстро тает. Ты шла поглазеть на нас, да? Братит с меня разговором. Не знаю, как там остальные. Но я сражаюсь не за то, чтобы потом голодать на улице. Все больше пустых палаток. Такое ощущение, что люди просто шутят. На сегодняшний день часто попадаются в пустые палатки. Такое чувство, что мы будем... Лучше не лезть в чужие дела. Берегись. Никогда не знаешь, кто на самом деле твой собеседник. Лучше нас живут, даже дикари. Это ты? Здравствуй. Я привела к вам лекаря. Как тебе? Чем мы заслужили такую... Нет, стой. Даже спрашивать не хочу. А то вдруг тень пройдёт и всё исчезнет. Умненький. Лекарь приложит всё усилие. Так ведь? Если только меня перестанут отвлекать... Да.